Видео. Из магазина выходят люди. И вдруг кидаются обратно. Столб пламени, искры. Видео номер два. Вспышка. Ещё. Огонь ураганом накрывает траву. Деревья. Тротуар. Дмитровский проезд. Москва. Наши дни. Сейчас покровила, тут перевязку сделала. Там, где её ноги, обвивал электрический кабель глубокая рана. Получила удар проводом вот в эту сторону и скатилась вниз. Они поднимались по этой лестнице. Елена Константин и их общий приятель. Тот успел убежать. Елена рухнула на ступени. Она начала гореть, кричит и укатилась туда, запутавшись в тросах. Константин бросается к Елене. Та пытается сорвать с себя искрящий кабель. Столб огня. Горит её куртка. Боли были адские. Я кричала. Вырваться я с проводов не могла. Константин подбегал. Я рванул краю части и снял провода. Вот здесь был пучок тросов строительных. От люльки, которая поднимается. Случилось предположительно следующее. Порывом ветра с высотной новостройки на Дмитровском шоссе сорвало трос строительные люльки. Вот повреждения на золотой высотке слева. Что стало с люлькой, неизвестно. А вот тросы, отлетев на сотню метров, накрыли линию электропередачи. Высоковольтный провод оборвался. Вот, видимо, один из этих ударил прямо по балкону. Оттуда кричала женщина, говорят очевидцы. Но пострадала она или нет, неизвестно. В кроне деревьев запутались чёрные пластиковые пакеты. Прилетели они прямо вот оттуда, со стройки. Произошёл ужасный, грубо говоря, взрыв. Они прямо с порога ведут нас на балкон. Василису вместе с бабушкой, 80 лет, накрыла вся огневая мощь высоковольтной линии электропередачи. Искры, они обсыпали балкон. И за искр она именно загорелась дерева. Бабушку отправили на дачу восстанавливать психику. Внучка теперь закрывает балкон и просит спилить старый тополь. Мало ли что ещё прилетит со стройки. По материалам проверки Коптевской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль. Знаковый архитектурный проект генеральный подрядчик компании Антек воплощает с высоким профессионализмом, безупречной пунктуальностью и опозданием примерно на год. Впрочем, даже представитель организации с объяснениями не спешил. Я сейчас не могу говорить, я вам ещё раз повторяю. Извините, всего доброго. К вечеру выяснилось, стройка это их ответственность, люлька нет. Фасадные работы выполняются силами субподрядчика. Люльки это его собственность. В любом случае, ООО «Антек» какой-либо ответственности за проведение работ, за безопасность их проведения, за охрану какого-либо труда, по отношению к работникам ООО «Легазгрупп» не несёт какой-либо ответственности. Извините, тоже никто не удосужился. Видимо, с высот профессионализма чужой трагедии не разглядеть. Ольга Мещерякова.